Цех разволокнения, можно сказать, именно отсюда старые вещи начинают свой путь к обретению новой жизни. В этом корпусе материал подготавливают к предениям, изготовлению из него нетканых материалов. Крубочная машина гильотинного типа, она штепелирует на более мелкие куски, для того, чтобы было лучше разволокнение на машине, чтобы ей было легче. Здесь его прорубает на куски, и потом уже на питающие столы оно попадает в машину. Машина оснащена питающими цилиндрами, которые в зону чесания подают на пильчатую ленту, которая уже непосредственно своими колками вычесывает волокно из тканей. Это самый первый этап переработки. Далее волокно уходит в следующий по технологическому процессу цех. Потом брикетированные кипы уже уходят в производство КПП. Там они также ставятся в соответствии своих сортировок на питатели. И уже оператор забрасывает, соответственно, сортировкой в питатель. И там уже машина еще раз это все смешивает, соответственно, подает по пневмопроводам на машины. Там еще один прочест, зачесывание, раскладывание, и уже прошивается в полотно. Вторую жизнь старые вещи обретают уже здесь. Вот так, например, производят перчатки. Правительство региона вошло в зеленую повестку. Подписано соглашение с российским экологическим оператором о сотрудничестве и создании экономики замкнутого цикла. От переработки вторсырья до выпуска готовой к реализации продукции. Красная ветка – одно из производств региона, которое успешно работает в направлении ресайклинга, которое по-прежнему остается актуальным. Сейчас в регионе запущен вот этот проект сбора старой одежды, специальные контейнеры, которые устанавливаются в общественных местах несколькими компаниями, которые вошли в эту программу. Российского экологического оператора в том числе. Сейчас российский экологический оператор прорабатывает различные направления, по каким можно получить меры поддержки, в том числе на модернизацию своего производства, на покупку нового оборудования. Важно не только перерабатывать, но и производить востребованную продукцию. Так, из переработанного сырья Красная ветка выпускает чулочно-носочные и трикотажные изделия – обувь для дома. В месяц перерабатывают порядка 450 тонн. По чинеи, наверное, это где-то 500 тысяч изделий в месяц. По пряже – это где-то порядка 200, плюс-минус тонн по месяцу. Перчатки где-то порядка 2 миллионов. Я думаю, что все-таки мы в ближайшее время будем думать о том, чтобы расширить возможности ассортиментных наших позиций за счет нефтанных материалов по другой технологии. Будем другие технологии смотреть и изучать. Сейчас это сложно с учетом того, что промышленный рынок потребления достаточно серьезно просел. Но, наверное, когда-то это все восстановится. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в себя. В планах производить еще и полотна для автомобильной и мебельной промышленности.